В этом учебном году мы планируем проведение летнего оздоровительного отдыха в нашем районе. Летний оздоровительный отдых у нас будет проходить в 11 образовательных учреждениях. Там будут открыты летние оздоровительные площадки. Планируем, что в этих летних оздоровительных площадках у нас участие примет 351 ребенок. Работа по открытию этих площадок проведена очень большая. У нас заключены договора с Центром гигиены на проведение экспертизы на наличие на территории ксоидных клещей. Заключены договора на прохождение всех необходимых анализов, в том числе и анализ на ковид, который в этом году впервые у нас работники летних оздоровительных площадок будут сдавать единоразово. И за три дня до открытия площадки все наши сотрудники прошли медицинские осмотры. И учреждениями сейчас готовятся, так скажем, подошли уже к заключительному этапу получения заключения на открытие летних оздоровительных площадок. В этом году у нас не планируется проведение каких-либо выездных лагерей. Это традиционные наши военно-спортивные лагеря его в этом году не будет. И военно-спортивные сборы будут проходить непосредственно в образовательных учреждениях. Они будут проведены в виде пятидневных учебных занятий по определенному плану. Для мальчиков это будет военная подготовка, для девочек это будет медицинская подготовка. Будет организовано в этот период питание для детей. И в этом же году мы не планируем даже выезд на стрельбы, потому что из-за введения ограничительных мер Роспотребнадзор нам это не разрешил. Поэтому все, что касается тренировочных упражнений с оружием, это все будет проходить тоже на базе школ. В этом году мы вышли на конкурс по приобретению путевок в загородные оздоровительные лагеря. Конкурс состоится у нас до 1 июня. И мы будем уже знать, какие лагеря, которые есть на территории Красноярского края, у нас заявятся на наши путевки. Путевки в этом году, так же как и в прошлом году, финансируются на 70% из регионального бюджета и 30% это деньги родителей. Для опекаемых детей, детей-сирот путевки будут полностью бесплатными.